А вы не можете перевести это на русский язык, чтобы я, слушатель, вас не пытал дополнительно. Никаких поблажек от преподавателя вуза, несмотря на то, что это всего лишь школьники. Но проект каждого уже решает взрослые проблемы. Катя Сметанина с помощью электричества выращивает томаты. Говорит, урожай с одного куста получается почти в три раза больше. Этот прибор соорудили в ее семье. Возможно, технологию возьмут на вооружение сельхозпредприятия и перестанут пичкать томаты химии, верит школьница. К корневой системе подключаем в землю два электрода. Получается, на земле между электродами проходит электрический ток. Благодаря электрическому току по химическому анализу почвы у нас увеличивается концентрация подвижных ионов. То есть, как бы говоря, растение получает больше питательных веществ. Многие проекты алтайских школьников нацелены на экологичность. Например, Дарья Гурская занимается исследованием самого опасного металла на земле. Она выяснила, что озеро Петуховское, которое находится в Ключевском районе, содержит высокую концентрацию урана. И его можно добывать экологичным способом. Ведь предприятия по добыче урана неизбежно загрязняют водоемы. А это смертельно опасно. Всего существует три способа добычи урана, которые, предлагаем мы, еще не был изучен. Он более будет экологичным и малозатратным. Проект уже называют перспективным, ведь без добычи урана невозможно представить ядерное топливо или атомные бомбы. Кстати, в это сложно поверить, но Даша хочет стать учителем русского языка и литературы. Что еще раз подтверждает теорию о том, что талантливый человек талантлив во всем. Ирина Корчегина, Андрей Печоркин, День с толком.